Я рад приветствовать тебя на курсе по улучшению сна. Цель этого курса довольно простая. Предложить тебе выбор доступных медитативных техник, чтобы ты мог отпустить напряжение в теле, уме и сердце, которое может помешать хорошо выспаться. Все эти техники окажут глубокое воздействие на нервную систему, давая новые способы быстро и легко замедляться, погружаясь в сон. Всем нам так или иначе известно, что хороший сон жизненно необходим. Но наука, наконец, подтверждает биологическую важность сна, оказывая, что он является важной частью нашего ментального, физического и эмоционального благополучия. Я бы даже сказал, что это ключ номер один к здоровому образу жизни, даже больше, чем диета и физические упражнения. Если ты не очень хорошо отдохнул, то по статистике будешь менее склонен принимать взвешенные решения о том, что употребляешь в пищу. И очень маловероятно, что у тебя будет достаточно энергии. Помни, мой друг, самая простая и ценная форма фода за собой – это здоровый сон. Ученые рекомендуют от 7 до 9 часов сна ежедневно для взрослых. К сожалению, немногие следуют этим рекомендациям. А если спать меньше, твой организм не будет получать достаточно восстанавливающих гормонов для иммунной системы и восстановления психики. Итак, ты спросишь, при чем тут медитация и хороший сон? Предлагаю тебе рассмотреть некоторые сходства между медитацией и сном, потому что наши ночные путешествия очень похожи на те, которые мы совершаем в медитации. По сути, в медитации мы освобождаемся от связи с внешним миром и постепенно входим во внутренний. То же самое происходит и с нашим сном. Каждый вечер происходит одно и то же. Мы освобождаемся от осязаемого физического мира и входим в неосязаемый мир сна и приключений. Ну, либо просто в мысленных образах сны-то у всех разное. В нашем путешествии внутри сна мы полностью отпускаем связь с физическим миром, пока тело и разум обмениваются энергией, точь-в-точь, как и в медитации. Задумайся над этим. Наш сон, ты и есть глубокая медитативная практика. Ты отпускаешь думающий разум, снимая с себя оковы физического мира. Ты получаешь временную передышку от всех этих мыслей и действий каждую ночь. Часто бывает так, что тебе трудно уснуть, даже когда ты очень устал и хочется спать. Это происходит потому, что ты просто-напросто не подготовил себя ко сну. Другими словами, не нашел необходимого времени, чтобы расслабиться. Ты просто не готов отпустить физический мир и начать это путешествие во сне. Так что именно нужно отпустить, спросишь меня ты? В первую очередь, нужно избавиться от напряжения в теле. Освободить разум от эмоциональных событий, которые произошли за день. Лежа в постели, ты можешь заметить, что мышцы и суставы напряжены. Знакомая тебе ситуация, когда не получается найти удобное положение. Ворочаешься с одного бока на другой, двигаешь подушку и так далее. Дело в том, что мы все очень сильно поглощены внешним миром. Миром форм, эмоций, физических ощущений. Но это не значит, что с этим ничего нельзя сделать. Это просто сообщение твоего тела и сознание о том, что потребуется больше времени для сознательного расслабления нервной системы. Итак, как же нам освободиться и подготовить свой ум и тело ко сну? Давай на мгновение вернемся к медитации. Президционно, в течение многих лет в йоге, практикуют осознанные движения, сопровождаемые дыхательными техниками. Именно так они перемещали энергию через физическое и энергетическое тело. И это качество сосредоточенного внимания на теле и уме позволяло им действительно опустить тело и ум и погрузиться в глубокое состояние медитации легче и дольше. Хочу заметить, что в те времена йоги по сравнению с нами особенно ничем не занимались. Они собирали ягоды, пели мантры, практиковали и не спеша занимались своими повседневными делами. Но даже тогда йоги понимали важность переключения скорости передач. И прежде чем ложиться спать после долгого дня, йоги обязательно проводили практики для подготовки разума и тела ко сну. В наши дни мир немного изменился, и наша жизнь стала намного быстрее. Эта скорость увеличивается с каждым днем. Ты мчишься через пространство на машине или метро до работы, выполняешь поручения, проводишь часы, устраиваешься в экран, проверяя электронную поиску, обрабатывая беспрецедентное количество информации, а затем приходишь домой готовить ужин, занимаешься посудой, домашними делами и детьми. И вот время подходит ко сну. Ты ложишься в кровать, пытаясь заснуть, и не понимаешь, почему твое сердце все еще колочется, и почему сознание не успокаивается. Так вот, вся проблема происходит в неправильном переключении скорости передач. Давай представим, что у нас есть шесть скоростей. Где шестая скорость? Это пик твоей активности. Первая – это хороший, качественный сон. Ну так вот, каждый раз, когда ты ворочаешься и пытаешься уснуть, чувствуя усталость и понимаешь, что ты на первой скорости, на самом деле твой разум и тело по-прежнему где-то на третьей-четвертой скорости. Тебе нужно время, чтобы замедлиться, подготовить тело, разум, сердце к этому внутреннему путешествию. Во время этого курса я проведу тебя через различные медитативные техники, которые помогут тебе отпустить напряжение, накопившееся в течение дня. И ты сможешь переключиться на первую скорость. Каждая практика будет предлагать баланс теории и практики, так, чтобы ты мог понять, что стоит за каждой техникой. Нужно заниматься этими практиками прямо перед сном, желательно в кровати, так как все занятия не имеют полноценной концовки, которая может вывести тебя из медитативного. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok